Приветствую вас, и вы знаете, нет, дриль никто не будет ставить на полу, и уж тем более никто не будет проводить насадкой по полу, потому что это очень, вообще-то говоря, вредно. То есть для самого пола это очень вредно. И человек, если он бережет свой пол, берет свою квартиру, а все люди таковы, иначе бы ни о каком хозяйстве не было бы и речи, никогда так не сделают. Никогда, потому что насадку саму можно тоже повредить, и, в общем, это невозможно. Ситуация, которая вами описывается, она действительно фантастична и нереальна. Это первое. Второе. Значит, ну вот вы пишите, значит, что при сверлении в стене, значит, осколок иглы, мог ли оказаться осколки иглы у вас в стене? Знаете, вы можете просто посмотреть, если он действительно в стене, то вы его сразу увидите в том месте, где сработали с дрелью, и, соответственно, если он там, то его можно вытащить. Я думаю, что его там нет, потому что это невозможно, но даже если он там, предположим, что он там, как лично вам это грозит? То есть, а если вам реальная угроза? А если угроза реальная вам есть, ну, предположим, да, что реальная угроза все-таки присутствует, то тогда к вам возникает такой вопрос, а в чем эта угроза проявляется? То есть, ну, вот вы говорите, что вы очень запаниковали, а чем вызвана паника у вас? Попробуйте рационализировать свой страх. Просто поспите и рационализируйте свой страх. На пользу чего вы считаете, что вам там что-то грозит, например, как вам это может грозить, например, и так далее. Попробуйте рационализировать свой страх. Действительно ли, например, так вот страшно то, что вам кажется? Действительно ли так опасно то, что вы боитесь? Действительно ли? Если да, хорошо. Но тогда чем? А в чем конечная опасность? Ведь вы же чего-то боитесь, как все? Вот давайте подумаем, чего вы конкретно боитесь и попробуем определить, насколько обоснованно то, чего вы боитесь. Подкорректировать ваше поведение, чтобы вы не боялись так сильно. Вам желательно обобщить свой страх. Вам желательно, знаете, как бы понять, чего именно вы боитесь. Вот прямо конкретно, чего именно вы боитесь. И знаете, вам это может помочь. А в периодном. Работа со страхами, причем не только вот с теми, именно с тем, что есть у вас, а со страхами вообще. То есть вот, то, что вы испытываете, это явно не рациональный. Это явно не рациональный страх. И значит, у него есть причина. Причина, по которой вы стали думать определенные вещи. Причина, по которой вы стали накручивать себя и так далее, и так далее, и так далее. Откуда этот страх идет? Это очень важно и, по-моему, у меня не вопрос. И с этим нужно работать с вами. Дальше. Вы говорите, что вы февротик со стажем. Мизофоб. Айкмофоб. А вы знаете, откуда все вот эти вот у вас, я даже не знаю, диагнозы, может быть. Откуда вы эти диагнозы взяли? Вы их, простите, сами себе поставили или у вас есть заключение психотерапевта? Врача. Если есть заключение врача, то, наверное, логично, что тот же врач вам назначил лечение, это было бы, в общем-то, совершенно нормально в этой ситуации. И тогда возникает логичный вопрос. Если вам было, например, назначено лечение, проходите ли вы его? А если нет, то почему вы не проходите его? Вот, собственно, то, что нужно у вас спросить. Ну, а дальше, собственно, к вам будет такой вопрос. Хотите ли вы избавиться от своих страхов? Соответственно, если да, то вам можно помочь, надо работать с психотерапевтом, с психологом. Обязательно врача отследоваться и так далее. Вы подумайте об этом, потому что ваш вопрос, он, знаете как, он из расчета таких вот частных. То есть частный вопрос. Вы как бы говорите, вот знаете, у меня, например, ну вот просто представлю, у меня, например, клаустрофобия, да, то есть я боюсь замкнутых пространств. И вот скажите мне, что делать, если я попал, например, в лифт тот же, да, вот что мне делать? Ну понятно, что мы вам скажем, что делать вам в лифте, может быть. Понятно, что мы вам можем сказать, как вам поступать, как вам себя вести в том же лифте. Возможно. Но эту проблему, это как таковую вашу изначальную проблему не решить. Нужно понимать, откуда взялся страх. Нужно понимать, какова его природа. И вот тогда, когда будет ясно это, вам можно оказать серьезную профессиональную помощь. А то, что вы сейчас спрашиваете, я, конечно, извиняюсь, но выглядит это как-то вот так, как будто вы вместо того, чтобы заглянуть под вершину айсберга, предпочитаете работать только с ее малой верхушкой. Это вот не есть хорошо именно для вас. Так что рекомендую вам подумать о том, чтобы, собственно говоря, обратить внимание на работу с психологом, что будет вам очень полезно, на мой взгляд. А лучше психотерапевт. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!